Здравствуйте, друзья! Сегодня краткий рассказ о стройке, которая была анонсирована в новогоднем обращении. В новогоднем обращении я сказал, что в этом году в географическом центре Москвы построю для себя домик. Это важная для меня стройка. Поэтому к ее реализации мы подошли с достаточным тщанием. При реализации будем решать ряд задач. Не только обеспечения меня жильем, но и дополнительных. Поскольку можно стройку совместить с работой, с публичной активностью, принести пользу по результатам не только себе, но и окружающим. Поэтому стройка покажет нам возможности современного автоклавного газобетона в индивидуальном жилищном строительстве и покажет ряд современных решений, которые еще только ждут своей популяризации, которые еще не явлены явным образом на нашем рынке. Выбирая между двумя возможными стратегиями, делай как я, когда используются давно проверенные решения, которые признаны уже как эффективные, как правильные. И между второй стратегией смотри как бывает, которая призвана эпатировать, показать передний край возможности, удивить как-то. Я выбрал вторую стратегию, поскольку она позволит строительство сделать более зрелищным, более интересным, более аттрактивным с точки зрения привлечения в него. Рассказ об участке в фактическом центре Москвы. Сначала вид с участка, и можно посмотреть немножко и в ту сторону, с тем, чтобы было понятно, что дальше начинается город, пока еще просторы не застроенные, которые в скорости, однако, застроятся. И второй момент, который действительно интересен, это то, что перепад в пятне застройки составляет около двух метров. Это, может быть, не читается просто глазом, но это хорошо прочиталось геодезическими инструментами. Двухметровый перепад позволяет реализовать некоторые задумки, которые нереализуемы на плоском участке. Что еще можно показать, глядя на этот участок, что малая его площадь не станет серьезным препятствием к размещению на нем того объекта, который у нас запланирован. И это будет хорошо читаться на планировках. Участок, на котором будет стройка, его можно охарактеризовать словом неудобия. Во-первых, он неправильной формы и маленький. Шесть соток плюс одна сотка в хвостике. Он окружен полукольцем, дороги. Перепад высот в пятне застройки составляет два метра. С этого ракурса участок практически весь виден, как на ладони. Хотя он мал, объективно, небольшая площадь. Однако, даже этой небольшой величины достаточно для того, чтобы разместить на нем то, что должно быть размещено. Сам размер участка, перепад, насколько хорошо читается, не знаю. На мой взгляд, не очень хорошо читается отсюда, но хорошо читается по результатам топосъемки. При этом, однако, он находится на видном месте рядом со знаковым объектом, что позволит в ходе строительства привлекать дополнительное случайное внимание. Ограничения, которые накладывает ГПЗУ, их не так много. Всего два. Значит, нет там ограничений по отступам от границ. Еще почему-то есть только требование ограничить суммарную поэтажную площадь объекта в габаритах наружных стен по наружным обмерам, включая балкон и террасы, площадью 280 квадратных метров. Это жесткое для нас ограничение, поскольку предполагается, что будет не просто живой дом, а дом-офис. Даже дом-два офиса. Поэтому общая площадь внутреннего пространства в пределах 200 для реализации этих целей не подойдет. Поэтому в ходе реализации строительства покажем, как часть формальных ограничений могут обходиться с сохранением объекта внутри заданных параметров формальных. Ну, второе ограничение — это предельная высота 15 метров, и это нас не смущает. Нам пятиэтажка на этом объекте не требуется. Поскольку стройка будет все-таки шоу, то ее результатом станет возникновение арт-сайенс-объекта. Сейчас поясню, что такое арт-сайенс. Свежеизобретенный термин. Значит, арт-сайенс — это нечто обратное сайенс-арту. То есть, когда мы делаем произведение искусства ради произведения искусства и используем для его возникновения передовые достижения науки, это классический англоязычный сайенс-арт. А у нас обратная тема. Мы создаем практичный объект, используем для его создания передовые достижения, там, передовой край инженерной мысли. И таким образом, используя инженерные мысли передовые, создаем арт-объект. Как и Эфелева башня. Использовали передовые инженерные решения, получили нестареющие уже сто, сколько, сорок лет, сто тридцать арт-объект. Так и наш домик, я надеюсь, станет знаком на какое-то время. Наполнение домика. Коробка дома достаточно проста, хотя должна немножко удивить. Фундамент — это обычное УШП на склоне, правда. Газобетонные стены подвала и цоколя. Газобетон Д-300 в несущих стенах четырехэтажной секции. Одна из секций будет иметь, строго говоря, формально не четыре этажа, но количество уровней будет таково, что нагрузки можно посчитать как от четырехэтажного здания с пролетом 6 метров между несущими стенами. Вторая несущая стена, соответственно, противолежащая, то есть которая из Д-300, будет иметь толщину 150 мм. Это тоже должно привлечь внимание к возможностям газобетона как несущего материала. Скорее всего, на следующий год будет реализована подземная парковка. У нее всеми элементами вертикальными, несущими, будет кладка из газобетонных блоков 100 мм. И последний элемент, который мне кажется наиболее важным, даже поскольку имеет больше всего перспектив для реализации и полезен для рынка — это фасадная отделка, газобетонный фасад по газобетонной кладке. Газобетон как фасадный материал, как основа фасадного декора и как основа современного фасада. Инженерная начинка еще не проработана толком, и здесь хочу сказать, что мы открыты для сотрудничества. Добро пожаловать с предложениями, что бы вы хотели показать людям через нас. Я думаю, что здесь возможностей для общения у нас много, уважаемые коллеги, участники рынка ИЖС. Ну и вот он, собственно, посадка дома на участок. Подробнее об архитектуре будет в следующих сериях — об архитектурных решениях, о планировочных решениях. Ну, этот сериал, я надеюсь, будет дополнением к основному каналу, хотя и на том же канале в отдельном плейлисте. Достаточно подробным, я надеюсь, сумею его сделать, и он будет чередовать прямые включения состройки с лекционной частью. Таким образом позволит каналу стать чуть живее, чем он был обычно. Вид из окон будущего первого этажа хорошо просматривается с этой точки. Простор огромен, почти как вид на воду. И там у нас самые одаренные дети России. Как сказать? Места компактного проживания самых одаренных детей России. Вот. Спасибо большое на этом за внимание. Прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова